Записки колорадского таракана. Ой, да гейлюли. Статья за 26 июня 2019 года. Приветствую вас, друзья мои, и все, кому хоть чуточку интересные события, происходящие у вашего бывшего братского соседа. А теперь, как я понял сегодня, соседки. Знаете, я долго не мог найти подходящего определения той стране, в которой мы все, я, естественно, имею ввиду украинцев, как-то незаметно для себя оказались эпично. Содом в каждый дом. Ведь понимают, что это содомия. Понимают, что это извращение и разврат. Понимают. Думаю, и вы периодически пытаетесь ответить на такой же вопрос о собственной стране. Люди вроде те же, земля та же, воздух тот же, дома те же, а все вокруг чужое. Это другая страна, это другая страна, в которой от старой доброй Украины осталось лишь название. Да и то, как показала история с Киевом, вполне возможно и это временно. Возможно, это прозвучит жестоко, но сегодня мы страна трансгендер. Страна, которая недовольна собственным полом. Сегодня у нас не совпадает наша гендерная идентичность с тем, что мы получили при рождении. Мы столько лет были здоровой и красивой такой Украиной. Мы строили дома, поджигали их, ходили туда запросто, били врагов и вообще. Были восхитительны почти во всем. От сала до промышленности, науки и культуры. А потом произошло то, что сегодня видел я. Мы, наслушавшись западных песен о любви и счастливой жизни, решили поменять пол. Стать, ну, стать кем-то еще. А вы вообще в курсе, что гендерных полов 8, да? А вообще, когда есть выбор, это прямо тема. Думаю, сейчас у некоторых читателей возник вполне закономерный вопрос. А чего этот таракан так серьезно начинает? Хохма же! Так-то да. Но вот знаменитому песнопевцу Федору Меркурову тоже говорили, да ладно, типа один раз не считается и все такое. А вон чем все закончилось. И богемная рапсудия фактически стала реквием. Вот я имею право понудить как участник. Правда, участвовал я, понятное дело, с другой стороны оцепления, той, где зеваки толкались, марша равенства Киев Прайд. Кстати, там же и ассоциации о новом государстве родились. Знаете, когда смотришь на все это торжество демократии и толерантности, невольно начинаешь думать. Когда посередине улицы идут те, кто за полную отмену половых различий, а на газонах такие же люди, которые кричат о том, что дети имеют право на папу и маму, при этом на улице царит действительно веселая атмосфера, возникает некоторое ощущение нереальности происходящего. Единственное, что я никак не могу понять, лично по моим наблюдениям собственным полом, в подавляющем большинстве недовольны женщины. На одного хотел написать мужика, приходится сразу с десяток хотел написать женщин. «Видел я тех, кто готовился к силовому разгону марша. Точно такая же карикатура, что и марш. Сидят в сквере в своих черных капюшонах с масками какими-то белыми на мордах. Это как таракан бы залез в середину столика в ресторане, и никто бы его не увидел. Их потом и взяли полицейские». Про полицию как раз все понятно. Мы привыкли, что они ловят не тех, кого надо, а тех, кого могут. И еще одно интересное наблюдение, о котором стоит упомянуть. Геи и лесбиянки у нас собрались из нескольких стран Европы. Только ваших не видел. А может маскировались удачно. Как же эти нетрадиционные быстро в кучке собираются? Вроде анонсировали 5000 участников, но там было раза в два больше, по моим наблюдениям. Хотя официальная цифра 8000 человек. Вся гниль собралась. Извините. Как я там ощутился? Виновата тараканушка. Она со своими сельхозработами достала меня уже прилично. Но что это за жизнь? Как только наступают выходные, я вместо телезрителя становлюсь ландшафтным дизайнером или реставратором предметом украинского сельского быта второй половины 20 века. Короче, то лопата в руках, то молоток, то пила какая-нибудь. Вот и решил сослаться на срочную работу. Типа очень читатели хотят прайд изнутри изучить. Моя уехала, а соседке наказала посмотреть, пойду я на этот парад или дома на диване посмотрю. Футбол. Хорошо, муж соседке мой друг рассказал. Коварный женский план. Короче говоря, сам себя перехитрил. Надеюсь, никто из знакомых меня там не заметил. Засмеют. Какая-то у меня неделя получилась из серии «Всегда участвую, но за оцеплением». Вот вы не замечали одну странность. Все хотят хорошо провести время, но... Я тоже хотел. Только оказалось, время не проведешь. Решила для себя, что напишу что-нибудь хорошее про нашу армию, наших конструкторов вооружения и техники. И ведь должен же остаться задел от СССР, который мы пока еще можем использовать как собственный. Должно же когда-то закончиться наше общегосударственное неведение. Люди же не вечны. Короче, нашел я вооружение, которое с полной уверенностью могу назвать лучшим в мире. Признаюсь, перелопатил множество фотоматериалов, свидетельств очевидцев и нашел. Видел подбитые Т-72 и Т-90, Абрамсы и Челленджеры, Меркавы и Страйкеры, но не видел ни одной фотографии подбитого украинского БТР-4Е. Украинская техника не горит. Чтобы удостовериться в своем открытии, начал лопатить нашу прессу. Да, прав я. Вон Степан Полторак сколько хвалебных слов сказал об этом БТРе на разных каналах ТВ и в различных изданиях. Да что Полторак, сколько написано в мировой прессе, исключая, конечно, вашу российскую обои с ИГИЛ, запрещена в РФ, вблизи Багдада, где наш БТР-4Е спокойно выдержал удар Птура. Единственное сомнение, все-таки хихикало где-то внутри моей головы. Знаете, всегда есть такой ехидный мужичок в мозгу, который даже не противостоит общему мнению. Он противолежит. И ехидно вставляет одну-две фразы, которые напрочь разбивают все победные реляции. Так вот, этот лежебок не смог удержаться и задал глупый вопрос. А контракт-то Украина выполнила? А добил меня журналист Глеб Каневский. Это он нехороший человек, лишил вас красивой статьи об украинских БТРах. Написал статью в Багдаде все спокойно, как для фронта купили бракованный БТР. Это не реклама журналисту, это жалоба на собственную горькую судьбу. Мою. Я, кстати, поискал документы по собственным каналам о расторжении контракта между Украиной и Ираком, о поставке БТРов. Контракт-то действующий. А я опять около темы. Вот ведь мокрится их мама. А как же полтора камеровые СМИ? Я, как насекомый, понимающий военные техники, раскрою маленький секрет мощи нашего оружия. Увы, БТР-4Е все-таки уязвим. Правда, для этого противник должен попасть точно в трещину на корпусе. А это не так просто. Трещинки-то на тараканов рассчитаны для посадки-высадки. Так что смотреть на мир надо моими глазами. Быть оптимистом. Во всем надо видеть плюсы. Хотите пример? Вот смотрю на собственные толстые бока и понимаю, что это не лишний вес, а запасной. И предназначен он для защиты. В отличие от стройных и худых, я не провалюсь в канализационный люк, что в Киеве достаточно просто, учитывая любовь наших металлистов к чугунным люкам. Знаете, а ведь не зря я пишу в российском СМИ. Читают в Киеве мои записки, о чем я вам неоднократно сообщал. Вот и сегодня поступил ответ на мое замечание. Помните, я писал о воздухе, в котором почти нет воздуха, о детях, которых правдами и неправдами родители вывозят в село подальше от столиц. Так вот вам ответ из ГОСЧС. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели, в пятницу. За выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня. Вообще, жара действует на некоторых особей по-особенному. Не хотел об этом писать, но надо. Хотя бы для того, чтобы предупредить родителей и просто людей об опасности. За две недели июня на Украине утонуло 29 детей. Не где-нибудь в необорудованных для купания местах, а на пляжах. А всего погибших 227 человек. Вот где война. Но действует жара и на политиков. У нас в Зазеркале особенно. Знаете, я тут недавно дал слово тараканушке, что не буду опаздывать никогда. Но не успел в магазин, где какие-то женские штучки продавались до закрытия. Бывает. А гривны я все-таки сэкономил. Даже вставать решил строго в одно время, примерно в 10 вечера. Исполняю с такой точностью, что даже сам удивляюсь собственной способности быть таким пунктуальным. Тут я смотрю статья «Ни свет, ни заря залита». Вчера, к примеру, самостоятельно проснулся в 21 час 94 минуты. Точно так же работает и наше внешнеполитическое ведомство. Наш министр Павел Климкин, думаю, с подачи самого ЗИА, объявил о том, что наш новый гидрант решил все-таки встретиться с вашим Путином на полях G20 в Усаке. Естественно, в таком решении я кинулся к вашему пресс-секретарю МИДа. Хотелось увидеть праздник в Кремле своими глазами. Что? Песков ваш вообще не интересуется политикой, оказывается. Не запланирована у Путина встреча. Интересно. С Трампом, значит, запланирована, а с ЗИА нет. Вот что значит информационный вакуум в России. Да любой украинец вам скажет, что главный вопрос на встрече Трампа и Путина – это Украина. Точнее, сдача Донбасса нам на растер, на восстановление. А как такой вопрос решать без предика Украины? Может, и о нашем ультиматуме, который также озвучил Клемкин, неизвестно. Если вы нам не вернете военно-морской флот и наших моряков, то мы снова начнем, в смысле, антироссийскую кампанию за новые санкции. Правда, я пару раз перечитал список этой самой двадцатки и почему-то не нашел моей любимой Украины. Только потом понял, это ли ошибка типографии, или нас в двадцатку включили специальным секретным членом. Двадцать первых. Всех, значит, будут представлять президенты, а мы будем представлены секретно. В смысле, называться будем по-другому. Ну, согласитесь, двадцатиоднатка не звучит как-то, почти как очко в известной карточной игре. Да и не только в игре. В общем, двадцать и один. Это, кстати, ответ на ваш возможный вопрос о том, в каком амплуа будет представлен наш гидрант в Осаке. Думаю, что вам будет интересно мое мнение о событиях в Грузии. Попробуй сделать небольшой анализ ситуации. Сразу же попрошу критиков моих мыслей, типа, как это один таракан может сделать столько ошибок в анализе, учесть тот факт, что я не один. Я разговаривал с несколькими людьми, которые либо связаны с Грузией, либо сами грузины. Вот так таракан поступил, как настоящий врач-хирург. Заранее применил наркоз, чтобы не слушать советы больного во время операции. Итак, то, что произошло в Грузии, было явно запланировано, да и сработано хорошо. Чувствуется чья-то рука. Но главное не это. Главное – это реакция власти на выступление оппозиции. Даже сами протестующие не ожидали такого жесткого отпора. Газ, тубинки, резиновые пули, водометы. Грузинская мечта явно не отдаст власть без большой крови. У Бедзины и Ванишвили собрались достаточно зубастые соратники. Все разговоры с обеих сторон о русском следе – полнейшая глупость, рассчитанная на идиотов. Пророссийская и грузинская мечта разгоняют пророссийский митинг оппозиции. Нет в Грузии у России социальной опоры. Даже русские, проживающие в этой стране, говорят и мыслят – по-грузински. Так что притянуть Кремль как виновника этих событий не получится. А вот украинских флагов у протестующих было много. Что будет дальше? Два варианта. Либо власть продолжит жестко прессовать протестующих, в конечном итоге удавит грузинский майдан в зародыши, либо пойдет на уступки. И дальше будет попытка повторения украинской истории на грузинской земле. А зависит все это от решения в том же Белом доме, где решается судьба Украины. Хозяева у нас одни и те же. Ну и последнее на сегодня. Приехал вышиванок, который, как истинный патриот, решил в этом году отдохнуть на Черноморском побережье Украины. Но знаете, его обычная негривная агрессора. Украина наша. Все. Нет лучше моря, чем наше. Короче, поехал куда-то под Одессу. Дальше буду писать все его слов. Чтобы вы, те, кто был или будет в Крыму, могли бы сравнить. Я малость сыграл на патриотизме вышиванка, потому что он и выдал много интересных данных. Собирал по моей просьбе. Итак, жилье. Можно снять комнату советского типа. Это когда удобство во дворе. А двор на соседней улице стоит от 150 гривен с человека в сутки. Если туда поставят еще и телевизор, то цена возрастает до 250. Объясните, зачем телевизор, если ты отдыхать приехал? Телевизор дома будешь смотреть. А если туалет в номере есть, то цена поднимается от 350 и до бесконечности. Дальше всякие пляжные развлечения. Начнем с развлечения для богатых. Гидроцикл. 5 минут 400 гривен. 10 минут 700 гривен. Парашют. 700 гривен. Шезлонг с зонтом на разных пляжах от 100 до 150 гривен в день. Шатер. 300-400 гривен в день. Ну и банан, что бывает более традиционно, 100 гривен поездка. Кстати, на таблетке почему-то дороже в полтора раза. Но самое главное на отдыхе что? Самое главное это хорошо поесть. Сразу скажу, меню украинское для некоторых россиян непривычно. Итак, тарелка борща 50-80 гривен. Макароны типа паста карбонара 90-120 гривен. Салат цезарь 20-50 гривен. А самое главное пиво. Вонючее которое. В магазинах можно купить бутылку за 12 гривен. А на пляже за 20. Не баварское, понятное дело. Ну и добавьте к этому зеленое и черное море. Кучу мошенников, которые постоянно норовят вас облапошить и наши дороги. Какие мокрецы экскурсии, когда душу выматывает даже коротенькая дорога. В общем, цитирую вышиванка об итогах отдыха. Таксисты в Одессе пытались содрать с нас 1500 гривен за поездку вчетвером до Коблева. Хотя маршрутка стоит 110 человека. Цены на продукты и в кафе также непомерно высокие. В итоге 10-дневный отдых на четверых обошелся в 18000 гривен. Лучше бы добавил еще 10000 и поехал в Турцию. А пока прощаюсь. Лето продолжается, проблемы остаются, решения не видно. Вам же, уважаемые мои друзья, решение всех проблем, удачного выбора места отдыха, финансовых возможностей для оплаты собственных желаний и здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Лето дикое и у нас, и у вас. Жарит и коптит в коричневый цвет всех. Но нас так просто не возьмешь. Будем жить. Таракан о колорадский. Извините за комментарии. Вырвалось. Записки колорадского таракана. Ой, да гей-лю-ли.